Привет! В прошлый раз мы говорили с вами про кисточки. А сегодня я хочу вам показать еще один инструмент. Это символы, но также еще и вернуться к кистям. Дело в том, что в иллюстраторе есть большой набор... Ой, сори. В иллюстраторе есть большой набор уже нарисованных символов. Они находятся здесь, в палитре Symbols. Вот это базовые символы. Но если мы опять нажмем сюда, Open Symbol Library, тут есть разные варианты. Например, Celebration. Как их рисовать? Очень легко. Вы либо перетаскиваете сюда, они становятся у вас объектиками такими. Либо вот тут есть очень интересный инструмент, который называется Symbol Spray Tool. То есть, как он работает? Вот вы, например, выбрали какой-то инструмент. Ну, например, вот такой вот дождик. И можете, кстати, между прочим, на клавиатуре фигурными скобочками увеличивать, уменьшать размер распыления. И вот смотрите, что оно делает. Но оно такое вот делает одинаковое все. Если вы хотите как-то его отредактировать, сделать какие-то элементы больше, какие-то элементы меньше, или просто поменять местами, то у вас здесь вот есть элементы, ну, инструменты, которые позволяют это сделать. Смотрите, если мне надо поменять там, например, направление, я при выделенном вот этом вот распылении взял вот этот инструмент и удерживая левой кнопкой мыши, конкретно вот вы видите на экране, как я щелкаю, что у меня происходит. Если мне, например, надо сделать немножко вот такой вот какие-то элементы чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, я вот выбираю вот Sizer Tool, и вот, например, смотрите, хоп, хоп, удерживая левой кнопкой мыши, у меня получается неравномерность. То есть, и тут вот все элементы, если вам там надо какие-то покрутить, какие-то что-то добавить, там, изменить, ну, там, заливку, можете просто этими элементами поиграться. Вот видите, я сейчас вот этим инструментом меняю направление в распылении своего. Но, что очень классно в этом инструменте, тут очень много объектов. Но эти объекты очень долго уже находятся в иллюстраторе, они многие, например, там, может быть, устарели немножко, но все, что вам нужно, там, для карты, для еще чего-то, вот, такие вот, как бы, вещи есть. Ограничивается ли это этим только иллюстратор? Нет, не ограничивается. Вы можете, во-первых, сами находить бесплатные библиотеки символов в интернете, но, как вы можете использовать в качестве символов еще кисти? В прошлый раз, когда мы их разбирали, вот у нас палитра Brushes. Вот она базовая такая. Но, что очень интересно, если я, например, там, нарисую окружность, применю к ней вот такой вот, там, орнамент. Если я просто не буду ничего рисовать, а просто удерживая левой кнопкой мыши, вытащу вот этот элемент, вот он примет такой вот внешний вид. Потому что все вот эти вот элементы, как кисти, это символы, которые просто уже зашиты сюда. Здесь есть некоторые библиотеки, которые позволяют вам... Сейчас. Creative banner sealed, take the light. Ну, например, чтобы было интересно, вот смотрите. У вас есть баннеры, библиотека, которая включает в себя вот такие вот баннеры. Посмотрите, какие заголовки всевозможные. Можно, конечно, но оно... Вот я линию, например, нарисую. Вот так вот нарисую линию, выберу, добавлю какой-то баннер. Вот такой вот. Но при этом можно еще делать какую вещь. То есть отдельно удерживая левой кнопкой мыши, просто вытаскивать этот баннер и работать с ним, как с объектом. То есть, если вот вы вытащили его, и, например, вас немножко не устраивает его цвет, вы опять же разгруппировываете его, идете туда глубже, глубже. Вот, видите, вот посмотрите, вот у меня наверху, я два раза щелкал, достигал именно той вещи, которая мне нужна. Например, мне надо там поменять какой-то другой свой цвет. Вот я его меняю на другой цвет. Так же, вот так, сейчас палитру сватчу включу, чтобы она у меня была. Тут, например, вот хорошо, я хочу его поменять на зелененький. Опять же, я возвращаюсь. Вот, мне нужен теперь этот элемент. Вот, я его теперь меняю на зелененький. Опять возвращаюсь, меняю на этот элемент. Вот, я его меняю на зелененький. Все. То есть, вот моя кисточка уже перекрашенная в другой цвет. Точно так же вы можете, ну, по-е-е-ей. Точно так же вы можете работать и с другими элементами здесь. Какие еще тут есть кисточки? Ну, вы можете, кстати, сами посмотреть, кто тут полазит по этим библиотекам. Это очень интересно. Я когда начинал тоже знакомиться с иллюстратором, я просто лазил по этим наборчикам, смотрел, что тут есть, какие элементы я могу добавить. В данном случае с декоративным скетчером. Ну, вот такие вот наборы. Вот такие вот. Смотрите. Если вам надо украсить какой-то элемент, ну, понятно, что примитивы мы пока рисуем примитивы, и там вот вы, например, так вот это используете. Вот. Сейчас скину вот так. И сюда добавил примитив. Так оно немного непонятно, что вы хотели применить. А если вы вытащите, например, этот элемент, то уже как бы становится ясно, что вы там хотите какой-то отдельный элементик вытащить и поработать конкретно с ним. Вот так вы можете улучшать свою работу при помощи палитры символов, которые потом также появляются. Либо работать уже как с символами, конкретно вы можете работать с кистями. Еще раз напоминаю, палитра символс и палитра брашс. Ну, на сегодня пока все. Делайте это, делайте предыдущие задания, следующие уроки уже, думаю, скоро будут на канале. Всем пока!